Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Сегодня во второй раз смотрим на представителя молодого, дерзкого бренда The Electricians. И если в прошлый раз это была все-таки яркая модель, броская, то сегодня уже все по-взрослому. Сталь, темные оттенки, и это, кстати, новинка. Предоставил нам ее магазин All Time, который уже более 20 лет занимается продажей оригинальных часов различных брендов. В том числе и бренда The Electricians. Ссылку на магазин я оставлю в описании к этому ролику. Ну и нас встречает темный стиль, темный дизайн. Корпус стальной с PVD-покрытием, соответственно, черного цвета, как и на браслете. Резкие формы, угловатые ушки, скошенный рант. Да, есть небольшое скругление к низу. Справа зато массивно рифленая головка. Справа в районе двух часов кнопка, отвечающая за активацию подсветки. Еще и с ободком такого медного отлива. Ну а задняя крышка с брендированием, с информацией о артикуле. О непроницаемости минимальной в 3 атмосфере. О количестве диодов. Их здесь 5 штук, но к подсветке мы еще перейдем. Ну и о батарейках. По-прежнему стекло также резкой формы, со скосом. Это минеральное стекло K1 повышенной прочности, с антибликовым покрытием. В общем, оно мне и по форме нравится, и, конечно, по прочности оно тоже привлекает. Но не меньше привлекает дизайн циферблата. Посмотрите, какая красота. Он также, как и в предыдущей модели, которая у нас была в прошлом обзоре, визуально разделен на две части. Слева батарейка 3-х вольтовая CR1225, спрятавшаяся от нас. Ну а справа основной циферблат, где еще и катушка виднеется. В общем, часы, которые приоткрывают нам те элементы, которые обычно были в кварцевых часах закрыты от взора. Ну и я бы что отметил. Во-первых, в этот раз нет кучи разноцветных проводков. Есть только два, красный и синий, прямо как в матрице. И стрелки. Визуально они разделены по цветам. Темная часовая, вот как раз медного оттенка минутная. Вообще здесь медный цвет тоже преобладает. Это вот помимо ободка и минутной стрелки, еще и лого, и вот эти винты различные. В общем, выглядит красиво. Ну и, собственно, катушка сама тоже медного цвета. За работу стрелок отвечает уже другая батарейка 626. И вообще внутри электронный модуль собственного производства на базе Miota 2033. Это надежность, это всегда точный ход и, конечно, простота использования. Бренд, хоть и молодой, я об этом также рассказывал в прошлый раз, но уже о себе громко заявивший. Мне очень нравится дизайн их циферблата, как будто ты вот такую электростанцию носишь на запястье. Очень необычная и однозначно выделяются эти модели на фоне многих других кварцевых. Также я бы отметил нетипичность дизайна, его асимметричность именно внешнего, потому что ушки сдвинуты ближе к левой части. Это мы видим по скруглению корпуса. Здесь оно совсем небольшое, тогда как справа больше область глина, где находится, собственно, головка и кнопка. Поэтому ушки располагаются не по центру. Итак, одинокая минутная стрелка, но, в общем-то, она здесь ни к чему, когда есть вот это. Посмотрите. Невероятно. Конечно, читаемость циферблата отличная, но даже не читаемость здесь самое главное, а цветовое сопровождение. Алый, ярко-алый оттенок, безумно красивый. Еще и в гранях стекла он классно отражается, очень здорово. Габариты не поменялись, абсолютно все то же самое. 54 высота корпуса, 45 диаметр, толщина 13,5, но браслет в этот раз не кожаный, а стальной, с продолговатыми звеньями. Очень эргономично он облегает запястье, ну, если, конечно, его укоротить. Тут застежка-бабочка брендированная. Все, как полагается, тоже в черном цвете. Браслет сделан с запасом на запястье до 22 сантиметров, ширина его, кстати, 22 миллиметра. Ну, а общий вес часов 170 граммов. Они достаточно тяжелые, естественно, вес уменьшится при укорачивании браслета. Ну, а так они в этом весе в стоке ощущаются на запястье. Модель, я думаю, в первую очередь будет сочетаться с дизайнерскими вещами, с кэжуэл стилем для вечерних выходов, для того, чтобы удивить, поразить, может быть, кого-то. Ну, и, конечно, вас она тоже радовать будет своим видом однозначно. Сохраняется отличная читаемость со сдержанным видом, но при этом с особой харизмой, что бывает нечасто. По итогу могу сказать, а точнее сравнить с предыдущей моделью, что данная все-таки более строгая, более универсальная. Да, по-прежнему сохранен техно-дизайн, но дает о себе знать отсутствие разноцветных проводков, дает о себе знать красивый, стильный черный стальной браслет. Поэтому все-таки я считаю, что повзрослее эта модель, повзрослее. Ну, и она мало того, что привлекает своим внешним видом, привлекает и своей необычной яркой подсветкой. Состоит из более чем 50 небольших элементов и деталей, поэтому это не просто кварцевые часы, в которые миоту засунули и все. Нет, здесь действительно поработали и над дизайном, и над внутренностями. Также хотел бы отметить, что эта новинка в магазине All Time, который нам ее предоставил, есть несколько новых моделей от бренда The Electricians. Вы можете приобрести как их, так и представителей старых коллекций. Есть интересные варианты на кожных ремешках с винтажными стяжками. Есть яркие, красочные. Думаю, для себя вы что-то сможете подобрать, если вам вот такой электротехнологичный, футуристичный дизайн понравился. Это однозначно выделяющийся бренд. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели. Обязательно оставьте ее в комментариях под видео. И если она вам понравилась, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. На этом все. Всем пока.